С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики. Еще называется как Международный день полета человека в космос. Все подробности в финале. Ну а пока напомню о том, что сегодня еще и день войск противовоздушной обороны Российской Федерации. Ну а теперь о родившихся. В 1823 году в этот мир приходит Александр Островский, русский драматург. За то, что он вывел на русскую театральную сцену русское купечество, его прозвали Колумбом за Москворечье. Театр Островского насчитывает 47 пьес различных жанров от трагедий до драматических этюдов. В 1839 году родился Николай Пржевальский, русский исследователь, Центральной Азии путешественник. Все исследования Пржевальского проводились по разработанной им программе, которая включала военно-глазомерную съемку, астрономическое определение широт, метеорологические наблюдения, изучение флоры и фауны с оставлением на месте богатейших коллекций. Все дополнялось рисунками и фотографиями. Ну и, конечно, помнится нам еще с вами некий слух о том, что якобы Пржевальский был отцом Иосифа Сталина. 1912 год. День рождения Ефима Капеляна, актера Большого драматического театра, который снимался во многих известных фильмах. Народный артист СССР. 1933 год. В этот мир приходит Монсеррат Кабалея, испанская певица, сопрано. Выступала во многих театрах мира, прославилась в партии Нормы, мастер Бельканто, часто бывала и в России. Также известна совместными записями и выступлениями, например, с Фредди Меркури и другими звездами поп и рок-музыки. 1949 год. День рождения Юрия Куклачева, дрессировщика, создатель и бессменный художественный руководитель театра «Кошек» в Москве аж с 1990 года. Народный артист РСФСР. В 1961 году родился Юрий Гальцев, актер эстрады кино, заслуженный артист России и художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. А в 1962 году родился музыкант, основатель арт-группы хор турецкого Михаил Турецкий, народный артист России. Ну а теперь о некоторых событиях 12 апреля 1606 год. Юнион Джек принимается как официальный флаг Англии, но его официальное название Юнион Флаг. Он образован из наложенных друг на друга флага святого Георга Англия, флага святого Андрея Шотландия, также известного как Андреевский крест и крест святого Патрика Ирландия. Также широко распространены флаги каждого государства в отдельности, к примеру, флаг красного дракона в Уэльсе. 1918 год. Последний налет германских дирижаблей, который закончился человеческими жертвами. Всего, оказывается, во время Первой мировой войны в результате 51 налета цепелинов на Великобританию было сброшено 199 тонн бомб, которые убили 557 человек и искалечили гораздо больше. 1919 год. Рабочее депо Москва сортировочное. Выходной день. Абсолютно бесплатно ремонтируют три паровоза. Почин широко подхвачен, а в словаре появится новое слово «субботник». То есть безвозмездный труд на благо Родины. Однако в позднее советское время слово приобретет негативный оттенок. В 1954 году Билл Хейли записывает пластинку с песни «Rock around the clock». Песня была написана раньше, но успех был весьма скромным. Лишь спустя какое-то время повторный выпуск выведет Билла Хейли на первое место в хит-параде. Тем не менее, именно 12 апреля, по другим данным, 13 апреля 1954 года, можно считать датой рождения рок-н-ролла. И будет даже объявлен Всемирный день рок-н-ролла. 1988 год. Бюро патентов и торговых марок США выдает первый патент за животное. Это лабораторная мышь, улучшенная с помощью инженеров. В 1981 год с мыса «Канаверал» США стартовал первый в мире космический корабль многоразового использования «Колумбия». В 1985 году НАСА планировало, что к 90-му будет совершаться по 24 старта в год. И каждый из кораблей совершит до 100 полетов в космос. На практике же они использовались значительно меньше. За 30 лет эксплуатации произведено 135 пусков. К сожалению, не обошлось и без двух катастроф. Больше всего полетов в 39 совершил космический челнок «Дискавери». Ну и самое главное. 1961 год. Полет Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток». Перед стартом Гагарина было произведено 5 пробных запусков. Они показали, что космос не прощает малейшей неточности. К примеру, на третьем запуске в конце 60-го аппарат сгорел при возвращении. Гагарин шел на риск. Власти, готовые к любому повороту событий, распорядились даже подготовить три варианта заявления. ТАСС о полете человека в космос. Первое – торжественное, успешное. Второе – на тот случай, если корабль не выйдет на орбиту и упадет где-нибудь в тайге или океане. Оно содержало обращение к правительствам стран с просьбой помочь в поиске космонавта. И, наконец, третий вариант о трагической гибели первого космонавта. К счастью, второй и третий варианты не пригодились. И, как говорят в таких случаях, он сказал «поехали» и взмахнул рукой. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...